Сразу в шести из восьми районов Нижнего Новгорода открыты купели в Крещенскую ночь, одна из самых популярных на Грибном канале. Чтобы праздник прошел без эксцессов, на берегу дежурят сотрудники правоохранительных органов скорой МЧС. Для удобства купающихся работает сразу несколько отапливаемых раздевалок. Для согрева людям раздают чай. Купели в этом году оборудованы специальным образом. Сейчас разводим согласно, чтобы люди не встречались. С одной стороны заходят два человека, потому что купили две. С этой стороны они заходят, с той выходят и другим входом уходят, чтобы друг с другом никто не встречался. Возможно, пандемия, возможно, крещенские морозы повлияли на количество желающих окунуться. Одни купаются на крещение по зову веры, а для других это ежегодная традиция. Третьи же просто хотят испытать себя. В этом году это как нельзя актуально. На улице почти 30-ти градусный мороз. Какой бы ни была мотивация, самое главное быть уверенным в своих силах и не употреблять алкоголь перед заходом в купель. Андрей проникается духом торжества каждый год. Для него окунуться в Иордань. Вопрос веры. Крещение, оно же не зря так названо. Поэтому мы собираемся с друзьями и ходим. Традиционно в этот праздник много людей в деревне Сартакова. Перед началом купаний в храме святого князя Владимира читается крещенская тропаль. После крестный ход и освящение воды. Ой, я дай, не кричащийся тебе, Господи! В прошлом году у нас тут площадь была вся закрыта, забита народом. Ну, это и со мной стороны, как бы и для нас хорошо. Так как все у нас, как бы то, что по закону, по установке правительства исполняется. Закрытые купели пускают по четыре человека. Многие в этой очереди стоят за водой. Михаил Филатов набирает воду, освященную как в крещенский сочельник, так и в сам праздник крещения. Всегда сюда приезжаю. Уже лет 10 лет сюда приезжаю. Святой водой можно запасаться и 19 января. Обычно во всех храмах устанавливают специальные резервуары, из которых каждый верующий может набрать воду. Всего в регионе в этом году подготовлено 60 мест для купания. Однако в РПЦ напоминают, что погружение в Иордань является светской, а не религиозной традицией. Олег Лавров и Михаил Горняков. Время новостей.